С вами Коинпост и это включение в Блиц формате, чтобы обсудить новость о том, что To The Moon Bitcoin отменяется и цена в 100 тысяч долларов начинает ускользать от нас в неизвестном направлении. Я не буду нагонять страх и призывать вас срочно продавать, да и вообще любые сделки нужно проводить только после самостоятельного анализа. Спасибо всем, кто поддержит лайком. И что же случилось на рынке? Как вы знаете, цена биткоина обновила максимум 10 ноября, достигнув 69 тысяч долларов и с тех пор находится на коррекции, в моменте потеряв почти 20%. Такая коррекция – нормальное явление на бычьем рынке. И пока цена не пересекла никаких критичных уровней, чтобы лично у меня были причины рассказать вам о переходе к медвежнему тренду. Но у нас есть важный временной ориентир на 100 тысяч в декабре и определенные модели для прогнозирования цены биткоина, которые ранее работали безошибочно, и вот они как раз таки начали давать сбой. Криптоаналитик PlanB, автор всем известной модели Stock to Flow почти признал, что одна из его моделей, вероятно, ошиблась и биткоин не достигнет в ноябре 98 тысяч долларов. Это важно, потому что его прогноз работал как часы в августе и сентябре, а в октябре он ошибся всего лишь на одну тысячу долларов. Но сегодня 25 ноября и биткоин пока не вернулся даже к 60 тысячам, что и заставило его написать данный пост и признать проблему. Из позитивного, он считает, что основная модель Stock to Flow не пострадала, и может быть не в начале декабря, а позже, но цена все-таки достигнет 100 тысяч долларов. Почему данный прогноз также не стоит считать недействительным? Потому что не только цена, но и другие факторы говорят о возможности продолжения роста. Например, инвестиционный банк Morgan Stanley увеличил свою долю в биткоин-трасте криптофонда Greyscale до 300 миллионов долларов, а киты за последнее время прибавили к балансам своих кошельков 59 тысяч биткоинов. Итого, банки и киты покупают. И по этой причине брать отказываться от биткоина здесь и сейчас просто нелогично. Друзья, у меня есть теория насчет того, что происходит с биткоином в этом году и чего нам ждать дальше. Мы часто апеллируем к истории циклов и существующим моделям цены, потому что в будущее не заглянуть, а другой информации, кроме как прошлой. Для анализа у нас просто нет, поэтому я предлагаю вам рассмотреть такую версию, что исторические циклы и модели цены биткоина рано или поздно должны были сломаться. Рынок поведет себя так, как этого еще никогда не было. Это могло начаться еще в мае этого года, когда произошло падение ниже 30 тысяч долларов, но аналитики сказали про двойной пик и все поверили. Но теперь рынок посылает еще один сигнал, что он готов сделать то, чего от него никто не ждет. Что это может быть? Сказать невозможно. Но как одна из версий следующих событий, цену биткоина может получиться затяжной боковик с высокой волатильностью, что затянется на 3-4 месяца. Развязка текущего цикла наступит в следующем году, когда ФРС нанесут удар по всем рынкам без исключения, начав поднимать ключевую ставку. И это не только мое мнение. Вот аналитики криптобиржи Huobi тоже пришли к похожим выводам. Будьте готовы к непредсказуемым действиям биткоина. Кстати, узнать, что нас ждет в будущем, можно на организованной нами онлайн-конференции Coinvest. Завтра черная пятница. И в честь нее проводим распродажу билетов на мероприятие. Ссылка на конференцию под видео. Спасибо за просмотр. Ваш Коинпост.